Здравствуйте дорогие друзья! В прошлом уроке я показывал вам как обсудить данное деревце черенками, которые уже успешно укоренились. И станут они нашему дереву воздушными корнями. Вот. Ну, кто не знает, могу вам сказать, что это фикус, ритуза. И вот сейчас я покажу места, где я буду делать надрезы для прививки этих корней. Вот в этих местах. Вот. Ну и сейчас посмотрим, где еще можно корень привить. Ну вот приблизительно так. Да. Сейчас я обрежу листья, для того, чтобы они мне не мешали. Ну и сделаю первый надрез. Вот я показываю, вот именно в этом месте. Важно сильно не обрезать кору. Вот. А слегка ее снять. Вот сейчас я сниму кору. На основном стволе. И на черенке. И потом примотаю их обычной фумой. Вот так будет черенок прилегать к стволу. Снимаю кору на черенке. Метод прививки называется прививка в приклад. Таким образом, растение не лишается питания от своих корней. И отлично приживается. Вот. Теперь я повторяю все то же самое с другими черенками. Вот сейчас я обрезал листья. Делаю надрезы. Делаю надрезы на черенке. Вот. Эту запись я немножко ускорил. Для того, чтобы не было слишком долго. Ну, тем не менее, все видно. Ну, вот что у нас получилось. Довольно неплохой результат. Теперь остается поместить растение в пакет. Вот. Для того, чтобы на протяжении всего времени прививки растение не требовало влаги. Оп. Вот оно в пакете. Посмотрим, что будет через месяц. Как у нас приживется данное деревце. Данные прививки, вернее. И тогда будем дальше заниматься формировкой бонсай. Так что тренируйтесь. Успехов. Пока.